Еще недавно на этом рынке было мясо из Павловска, Ребрихи, Шилоболихи. С 10 ноября его поставляют только те фермеры, у которых есть бойни, то есть единицы. Ветеринарная служба края перестала выдавать сопроводительные документы на забой животных. Крестьяне больше не могут продавать домашнее мясо, если корова или свиньи забиты на подворьях, а не на бойне. И вроде после нового закона совсем мясо не пропало, как мы видим, но к тому, что лежит на прилавках, уже не подойдешь. Мы приобретаем для общепита, поэтому цена образования растет постоянно. Цена увеличивается практически с каждым днем. Ценник растет, покупательская способность у людей падает. Если говядина хорошая вырезка, чистая, без жилок, без света, у нас 600 рублей. Продавали мы буквально летом по 400-420-450. Мясники уверены, если кто-то прикрывается возможными вспышками африканской чумы или ящера, то тут, как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Всегда найдутся люди, которые обойдут закон. Нелегальное мясо уже начали продавать. Его бесконтрольная продажа как раз и приведет к вспышкам болезней. Клименное, неклименное, перемороженное. Закололи, бросили в машину. Сарафанное радио, хоп, машина, с машины все попродали. А какое там мясо, чего добивались, чего добились, еще больше неклименного мяса будет. Сегодня на весь регион насчитывается около 150 боин. Половина из них работают с частниками, только бойни есть далеко не в каждом районе. Да и в любом случае это расходы на транспорт, сам забой. Предприниматели края уже обращались и к губернатору, и в антимонопольную службу, пока безуспешно решили идти дальше. Нам удалось, здесь вот мы в таком партнерстве с Союзом крестьянских фермерских хозяйств, донести нашу проблему в Государственную Думу. Была встреча между заместителем председателем аграрного комитета Государственной Думы и министром сельского хозяйства. Достигнута договоренность, что данный вопрос будет вынесен на комитет Государственную Думу в ближайшее время. В регионе, в котором 44% населения живут в сельской местности, насчитывается примерно 483 тысячи личных подсобных хозяйств. Сложно представить, насколько эта цифра сократится уже в ближайшее время. Ведь для крестьян края запрет на убой равен убийству бизнеса. Понимаете, самое легкое сказать, что вроде все по закону. Мы понимаем, что все по закону. Но когда закон входит в противоречие с интересами сельского жителя, потребителя, покупателя, наверное, надо что-то делать с законом.